ребят поехали пообщаться в гибрид-сервис поздавать им вопросов и решили взять какой-нибудь гибрид который у нас был готов на отправку это выпало альфа а мы даже не знали то что она рестайловая и не сняли для вас обзор на рестайловую альфу но у нас скоро придет еще рестайловая альфа очень жирная поэтому подпишитесь на канал и в скором будущем вы посмотрите обзор на такую же альфу уже обновленную денис приехали к вам с вопросами от наших подписчиков примерно 6 7 вопросов вам зададим так как вы самые сильные ребята во владивостоке по гибридам он гибрид сервис называется ссылочка будет в описании можете зайти к ребятам позвонить спросить что-то и начнем с самого главного вопроса это эксплуатация гибрида зимой особенно звонят люди сибири и спрашивают смогут ли они его запустить в мороз какой-нибудь 40 50 и вообще батарея выдерживает ли такие морозы до батарея морозы выдерживает если допустим машина приехала в гараж или на стоянку в разряженном состоянии батарея то есть два три элемента остается на мониторе в этом случае рекомендуем лучше запустить двигатель и забить батарею полностью то есть до последнего деления забить ее сделать это можно двумя путями то есть поставить автомобиль на скорость выжать тормоз и газу до отказу и заводим вернее заряжаем батарею либо второй способ это поставить машину в сервисный режим сервисный режим буду рассказывать долго есть у нас такие сервисные книжечки в них конце есть полезные советы тут есть как принудительно завести бензиновый мотор например при техническом обслуживании то есть забиваем ее дополна и ставим машину на ночь на два на три дня можно поставить то есть у нас тоже такие вопросы очень часто если люди улетают куда-то зимой а машина остается здесь в городе на стоянке забиваем дополна батарею и пожалуйста уезжаем две трети это считается полной батареи считается да то есть принципе вполне запуск холодный запуск минус 40 минус 50 вот якутия постоянно спрашивает запуститься да но надо учесть такой момент что антифриз который залит в контуре инвертора и в контуре dvs должен соответствовать региону то есть допустим владивосток это минус 30 минус 40 хабаровск минус 40 можно побольше даже в хабаровске потому что там ветра очень сильные ну и якутия думаю минус 50 это нормально будет тогда все будет здорово масло нолик то есть не пятерочка нолик и все хорошо бы вот так как нету стартера и двигатель запускает инвертор то в принципе минус 50 минус 40 в любом случае любом случае мотор мотор заведется до никаких проблем не будет он может не завестись если сядет аккумулятор допустим маленький тогда да уж чтобы заснуть цепь мир все правильно да я понял то есть жидкое масло 0 в 20 для toyota prius prius альфа 0 в 20 toyota aqua рекомендована 0 16 в общем масло подходящая заряженный аккумулятор и в принципе все запуск произойдет и антифриз что в норме сдачки степен замерзаемости было хорошим и второй вопрос по популярности это сможет ли человек эксплуатировать свой гибридный автомобиль в своем городе если у них нету специализированного сервиса как у вас специализирующие на гибридах обычный сервис с рукастыми ребятами сможет ли он обслуживать своего гибрида вот в обычном сервисе если специалисты грамотные то да сможет то есть замена масла замена антифриза замена жидкости в планетарном механизме это я думаю сделает грамотный специалист какой-нибудь если что касается замены высоковольтной батареи то тоже должен быть очень грамотный специалист который все сделает так как надо то есть который хотя бы имеет представление что-то гибридным автомобилем хотя в большинстве регионов сейчас уже потихонечку открываются сервисы также и наши открываются сервисы то есть по регионам рукастый электрик сможет это сделать просто вот контрактная батарея приехала либо новая просто ее старую снять именно снять поставить я думаю сможет выровнять по элементам ее не смогут только поставить снять поставить я думаю даст то есть но надо будет сразу снять ошибочки если не там какие появились то есть подключить сканер к бд разъему все проверить только тогда в плане обслуживания это обычные машины но если забыть что это гибрид в плане ремонта двс там какая-то ходовая часть трансмиссия это все в принципе как и обычная машина следим за жидкостями там свечи проверяем в общем ничего космического нету этих машин кроме не блин ничего космического нету да но при ходовой части допустим при замене колодок надо быть очень внимательным также при развал схождений тоже надо быть внимательным ребятам кто будет делать развал но развал если сделать загорится антиюз то тут два случая либо калибровка линейного клапана если она проходит но это хорошо если она не проходит то это замена гидро бустера то есть блока bs полностью всего в сборе это стоит 1017 и следующий вопрос вытекающие жидкости какие нужны в гибрид можно заливать обычные жидкости то есть один nz мотор который идет пробоксе и который идет в акве либо для гибридного мотора идут какие-то другие жидкости охлаждающие масло в трансмиссию и масло в двс по маслам в двс вопрос очень щепетильный на самом деле то есть сколько людей столько мнений по маслам в принципе синтетика 0 в 20 льется в двс ничего страшного не произойдет если в планетарку мы берем то надо руководствоваться каталогом автомобиля то есть тип трансмиссии которая вернее жидкость для трансмиссии которая вот есть в тойоте ws допустим она льется toyota aqua toyota prius prius альфа 40 41 без разницы туда льется ws мы льем допустим бордаль но он соответствует этому допуску vs то есть никаких проблем не должно возникнуть если это сейчас скажу опять не то тачи там не так уме вот это ерунда все то и неус допустим но я бы не стал то есть у нас сколько случаев это плохо это в трансмиссию это в трансмиссию да если лить жидкости которые не соответствуют но производитель убеждает что да но это на страх и риск тогда сервиса кто будет заливать то есть мы не льем если к нам приехала машина допустим с иниусом там давайте не будем говорить иниусом приехал с производителем который вам там мы плохо знаем и говорят залейте нам этого делать не будет то есть эти покупайте либо оригинал либо лейте нашу но мы ответственность себе снимаем заливаю эту жидкость потому что страшное дело я в союзил какую-то жидкость кастрол то есть ты не рекомендуешь до этого делать кастрол хорошо матюль хорошо я бы не стал иниус допустим и не статачи и потом чего у нас есть манол икс вообще страшное дело мне кажется удалить но особенно в хонду страшно с хондами там два типа переменной привод и цепной привод ну по кпп но робота вот туда страшно ведь если мы что-то зальем не то все считаю вот на gp5 фитах у них очень часто болячка это как ну робот то есть ломается робот замена робота это 75-100 тысяч рублей с японии ты привез шум пошел там ролики зашумели приезжаешь посмотрели все замена робота 75 поехали дальше а вот сейчас производители масел делают гибридные версии то есть тот же самый кастрол могил и прочее они кита присадки это очень важно реально масло различается либо самое главное это лить нужную вязкость нужную вязкости синтетика ну допустим как вариант мы ее масло бордаль которая соответствует в принципе всем требованиям то есть лсак gf5 тут же рекомендована гибрид сервис сдать вот это не присадки это классификация присадка здесь идет вот си 60 фуллерены то есть работа в таких режимах машина всегда практически заводится и глушится то есть она переходит на ввб поэтому масло должно быть вязкости 0 в 20 и с определенными присадками то есть мать улька строл хорошие масла в принципе дофига производитель я моли грин японской объем одобряешь до нормаля мог лучше по антифризу что скажешь замена антифриза в других сервисах но большинство сервисов боится брать в работу гибридные автомобили по замене антифриза допустим ну нам это просто все сделать у других сервисов затыки в этом плане как бы открыть все секреты замены антифриза мы не можем так как мы не можем больше человек там где-нибудь в барнауле там просто ему соблюдать температурный режим ну то есть искать антифриз искать грамотных специалистов вот так скажем грамотных специалистов которые смогут правильно поменять антифриз в гибридом автомобиле ну систему он может вам позвонить и задать вопрос что ему залить в его акву либо может вообще без проблем окей отлично Денис следующий популярный очень вопросы которые беспокоят наших подписчиков особенно региональных это какая трансмиссия стоит в таких популярных автомобилях как вот aqua 30 prius альфа 41 40 что за трансмиссия надежная ли она трансмиссия надежная используется там без ступенчатый планетарный механизм во всех это не вариатор да это во всех тех во всех тех моделях это планетарка то что пишут на сторонних сайтах допустим это не вариатор это планетарка надежен просто в обслуживании то есть никаких проблем с ним возникает искать жидкость дает для него самое главное наверное искать жидкость для него подходящих по каталогу подходящая жидкость до которая прописана по классификации если мы зальем туда что-то неподходящее возможно да будет замена его то есть у них пробеги там 300 плюс 300 тысяч они ходят вообще без всяких проблем единственное что вы можете поменять в ходе это замена демпферного диска вот такое может произойти это очень частое явление если машина подтоплена допустим было то тогда да в общем искать автомобилей если человек покупает в регионе бушную то самое главное это ему пробег но оригинальный знать чтобы там не было очень больших чисел и смотреть не топлив да грамотный механик который может в машину осмотреть он может поднять автомобиль и посмотреть состояние демпферного диска там есть окошечко то есть можно открыть посмотреть он состоит то есть вера до пружинки то есть если он обломился там то вы уже это поймете механик должен увидеть стоит ли бояться трансмиссию в гибридах либо не стоит не стоит бояться то есть никаких проблем с ним нет 40 тысяч откатали жидкость поменяли 40 тысяч откатали жидкость поменяли кто-то раньше кто-то позже это делает денис отличается ли обслуживание гибрида от обычной машины бензиновой либо 10 отличается в том плане она отличается если мы говорим совокупе вместе с высоковольтной батареи то есть есть моменты за которыми в гибридном автомобиле нужно следить пристально и диагност грамотный должен выявить такие проблемы как система экологии ну допустим вот в руках у нас диагностика toyota prius 30 с грязным dvs ну скажем тогда грязный dvs дроссельная заслонка грязная то есть показатели 16 8 система экологии грязная и все это в совокупе в принципе влияет на самую высоковольтную батарею то есть здесь контакты чистый сейчас показано но скорее всего либо был сброс аккумулятор ну клеммы с аккумулятора сбросили либо посмотрели ее так эту машину разница здесь уже в пол вольта на батарее то есть чтобы избежать быстрой замены высоковольтной батареи нужно следить вот за этими вещами как бы это нормально для двигателя toyota prius aqua alphard ну допустим на двадцатом нету экология то есть там все проще там мы чистим дроссель инжектора все и датчик map больше ничего свечи смотрим да здесь по свечам не увидишь никак по диагностике в каком они состоянии только путем выкручивания свечи ну а самые главные параметры этого дроссель и экология она здесь должна быть 20 здесь должно быть 15 2 то есть видите разница большая 0 3 еще ошибка допустимая 0 3 разница допустимая на 0 7 уже ошибка будет здесь вот 0 5 разницы пол вольта то есть в 0 7 уже начинает загораться ошибка загорается ошибка replace гибрид батаре пак люди в основном сбрасывают клемму и катаются дальше потом автомобиль перестает переключаться на высоковольтную батарею катается только на двс и постоянно горит ошибка это в основном у нас это у такого таксистов основном такое происходит денис итог по обслуживанию за какими моментами нужно следить человеку владельцу гибрида в регионе по большей части нужно следить за двигателем ну то есть за двс за двигателем внутреннего сгорания следить за качеством топлива так как оно влияет на такие параметры как дроссельная заслонка два параметра показывается диагностики и система экологии есть еще один такой момент при усах есть фильтра стоят которые на высоковольтную батарею на охлаждение ввб то есть забор воздуха стоит фильтр в основном туда летит все туда летит шуба туда летят собаки возите собак кошек то есть вся шерсть улетит туда забивается вентилятор высоковольтной батареи начинает плохо крутится плохое охлаждение батарея перегревается это основные моменты которые могут произойти решетка под у меня она в стойке да у приусов у тридцатых допустим у аквы они у аквы подсидушки на тридцатом приусе справа она находится она забивается на аквах то что она снизу находится еще некоторые боятся вернее не боятся оставят коврики с высоким подъемом тем самым закрывая воздухозабор это все влияет батарея нагревается и прямиком вон гибрид сервис но по большому счету отличается ли обслуживание гибрида от обычной машины по сути нет ну то есть все логично то есть следим за дросселем следим за экологией следим за качеством топлива которое мы льем то есть если качество топлива очень плохое то это все быстро произойдет очень не ну да не то чтобы прям по внимательно прям очень внимательно то есть подключаемся к сканеру в любом случае в любом регионе есть ребята поможет подключиться и посмотреть вот эти именно параметр подвес посмотрели сказали да почистили то есть никаких проблем на toyota prius дроссель в принципе самообучающийся то есть никаких движений не надо делать день и скажи какой бензин лить я допустим сай лью 98 иногда 95 если его нету что скажешь ты 95 95 бензин вот если вы льете 98 95 чередуете то в скором времени к вам вам нужно приехать к нам чтобы мы посмотрели вот эти параметры именно подроссельные заслонки дроссель и инжектора надо посмотреть потому что качество топлива разное и вы с периодичностью его льете в свой автомобиль то есть если льем 95 бензин то и льем 95 бензин на одной заправке не допустим там пускай она там называется как-нибудь заправка их сеть да и вы заправляетесь на всей сети выберите одну заправку и вот на ней на одной заправляемся пускай она там будет в конце города но надо как-то ездить на одну заправку тогда будет хорошо и следующий насущный вопрос это пробеги от которых стоит отталкиваться в плане замены то есть когда батарея начинает до этого беспокоит наши батарея начинает дохнуть батарея начинает дохнуть опять вернемся к двигателю то есть вот из-за этих параметров которые я вам уже ранее говорил в принципе происходит умирание высоковольтной батареи то есть нагревание и умирание а так если все здесь хорошо то я думаю 200 тысяч плюс ну и с периодичностью приезжать сервис смотреть на высоковольтную батарею то есть проверять ее на емкость это относится к приусом 30 кальфу да как вам это больше относится наверное потому потому что на кри батарея стоит меньше чем на приусе то есть у приуса 30 28 элементов toyota aqua это 20 элементов то есть батарея меньше то есть меньше значит и ресурс не уменьшен я понял если так произошло что человек после трех лет эксплуатации свой гибрида пришел к тому то что батарея требует замены какой общий порядок цен на батареи вот на приус альфа aqua какой порядок цен был новые возможно контрактные батареи наверное от 45 вот так на рынке от 45 до 85 это контрактные батареи желательно с распилов дать но они они тоже не проверены то есть чтобы батарею купить ее нужно еще проверить на стенде посмотреть в каком она состоянии к нам можно привести до цена проверки будет стоить 3000 рублей это снятый высоковольтной батареи если она будет стоять на авто то 5 и в зависимости какой автомобиль по поводу новых батарей новые батареи есть у нас в сервисе стоимость на toyota prius 30 40 ну 41 вернее 20 prius китай новая будет 125000 стоит гарантия два года япония новая 185 тысяч рублей это новая япония на кучу подешевле гарантия сколько китай два года япония три года toyota aqua 115 тысяч китай 180 тысяч япония также гарантия 2 и три года от сервиса контрактная сколько будет на контрактная от 45 наверно до 60 вот так но их нету сейчас контрактных батареи нет мы сейчас на данный момент только новый продаем батареи если человек столкнулся в регионе с данной проблемой он купит как-то батарею либо у вас новую либо он купит контрактную сможет ли он в своем городе поменять у какого-то у кастового электрика просто снять старую поставить но я думаю если будет покупка происходить у нас я думаю этот вопрос можно будет решить по телефону дать какие-то инструкции чтобы человек который купит у нас батарею у себя в регионе смог поставить то есть гарантия сохранится также и будет надействовать во всех наших сервисов которые сейчас есть на данный момент это владивосток город белогорск город хабаровск город благовещенск то есть во всех сервисах есть единая база где запишется автомобиль и будет вестись ваш автомобиль то есть приехали сказали там toyota aqua 149 посмотрели вот иван допустим 149 обслужился владивостоке то есть и обслуживается дальше там сервис гарантия сохраняется также и в других сервисах наших в общем но глобально ничего сложного поменять одну батарея на другую если мы берем ее полностью в корпусе то есть тогда да если человек будет заморачиваться менять в корпус ставить батарею это очень сложновато будет денис и последний вопрос если бы ты покупал бы гибрида не работа в гибридном сервисе где бы ты бы его купил бы в россии в японии взял бы с убитой батареи купил бы новую батарею в общем ну что бы ты сделал бы если бы хотел купить гибридный на первый вопрос отвечу сложно сказать что я не работаю гибрид сервис я вообще не вижу себя в другом месте во вторых скорее всего я бы взял с японии либо с японии то есть хорошего аукциона либо сам бы заказал ну скорее всего самые привез машину не топлика то есть не пресная не морская не топлика хорошего приуса допустим взять если брать в россии то обязательно надо сделать диагностику прямо в обязательном порядке продавцы говорят что все здорово не все здорово то есть поверьте нашему опыту не все здорово также проверить лакокрасочное покрытие на автомобиле это я думаю обязательная часть бывает что после проверки лкп мы дальше автомобиль вообще не смотрят то есть клиент отказывается дальше смотреть машину я понял в регионе обязательно нужно ехать туда где есть сканер чтобы посмотреть отклонение по батарее да если люди допустим с региона покупают машину здесь и везут ее в регион я думаю можно привезти либо к нам ну не то чтобы можно нужно привезти в сервис и посмотреть ее дистанционно это сделать все просто очень то есть мы на почту можем предоставить все показания нет такого что мы увидели машину с убитой батареей ну а человеку говорим что как все отлично нет мы никогда репутацию не испортим то есть скажем все по чесноку как есть есть вот она убитая так она и будет убитая батарея скажем что машина мертвая то есть замена стоит столько-то столько-то батарея столько-то сток то есть ну вот мы с вами сколько уже смотрели ваших автомобилей ваши автомобили все были в принципе идеальные вообще по параметрам и спасибо за ответы эти вопросы и ваши ответы помогут многим людям определиться и все-таки выбрать гибридные автомобили да пожалуйста ребят если у вас были страхи по поводу гибридов если вы не владели гибридами либо ваши знакомые я думаю в этом видео вы нашли ответы на самые популярные и на самые большие вопросы про гибриды вывод какой можно сделать что эти машины неприхотливы в использовании если вы покупаете честный пробег если вы покупаете тем более еще из японии то эти машины прослужат вам многие тысячи километров и многие годы если вы даже мало ездите поэтому следите за бензином следите за мотором проверяйте батарейку и все у вас будет хорошо будете экономить бензин и получать тяги больше чем от просто 2zr в приусе который стоит за мной ребят в конце видео хочу вам показать одного из лидеров от тойоты в плане гибрида на первом месте это аква на втором месте это приус 30 и на третьем месте это toyota приус альфа которая была в начале видео я считаю плюс 30 немного популярнее альфа потому что у него все-таки кузов хэтчбека и он более подходит большинству данные экземпляры они оба похожи очень у них один и тот же цвет одна и та же комплектация с к единственное отличие это пробег у этого 62 тысячи у 2 108 тысяч и бюджет соответственно 930 и 820 практически сотня я бы не знаю я бы брал бы пробег бы 100 100 плюс потому что приходят нормальные машины и для них это пробег небольшой я вам говорю это как владелец приуса у которого был 125 тысяч пробег я проездил год и три и вообще ничего не меня кроме колодок и масла я думаю оправданные бюджеты за эти машины японец тут подкрасил даже диски в черный цвет баллончиком в общем ничем не примечательной машины даже не будем их особо смотреть ребят мне очень приятно то что эти автомобили по ее в красноярск и в читу это что люди из сибири не боятся покупать гибриды и покупают технологичные современные автомобили я надеюсь это видео поможет другим людям также выбрать не ладу весту а купить вот таких красавчиков приусов либо любые другие японские гибридные автомобили с внутреннего рынка японии с правым рулем которые не ломаются которые экономят топлива не забудьте подписаться на канал поставить лайк нам за нашу работу также напишите свои вопросы которые мы возможно не затронули в этом видео напишите их под видео либо напрямую звоните пишите нам на почту ответим на себя вопрос покупайте гибриды пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля